Ребят, я знаю, что вы от Сумарати на Тобе, заходите на стрим, будем смотреть на стрим, а кто не зовет на стрим, то будет два в школе, бля, в четверть, ясно? Взрослая жизнь начнется раньше. Ну давай посмотрим, бля, интересно, 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 плюс интересно, плюс интересно, плюс что тут? Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны. По звуку как, мне потише сделать можно? Судьба и свой выбор. Стать мамой в 16, решение, от которого зависит не одна жизнь. Тугасеря, дитятя моя. Давно я этой хуйней не занимался. Интересно, блядь. Вот она, вот она. Сначала идет она, потом идет Ариана Гранде, потом идет Туде, потом идет Сюде. Всем привет, меня зовут Валерия, мне 17. Мы так слышим! Лера! Я из города Краснодар. Краснодарцы здесь. Несмотря на свой юный возраст, я девушка самостоятельная, и характер у меня стальной. В споре никогда не уступлю. До последнего буду стоять за справедливость и правду. А правда всегда на моей стороне. Этим чипсам неделя? Ну да. И что? Ой, простите. Блин, это же их история, знакомство, любви их. Эмпаты перекличкам. Сосать ебать. А зачем вы на место ставите? Ну, оно упало. Теперь это вам придется в любом случае оплатить и купить. Девушка, мне не сложно оплатить, я оплачу, хорошо. Я у мамы криптоинвестигатор. Я сказала, значит, я сказала, все. Это не обсуждается никак вообще. В-вумен, в-вумен. Такой сильный сделала меня жизнь. Мне пришлось рано повзрослеть. После девятого класса я бросила школу и пошла работать. Что я только не делала. Выдавала заказы, отвечала на звонки в колл-центре, раздавала листовки. В общем, бралась за все. Я же говорю, в-вумен. Я не остыжусь своей работой. Где бы я ни работала, мне нравится, что я в своем возрасте могу зарабатывать самостоятельно деньги. В будущем я хочу выучиться на инженера по техническому надзору. Но пока все идет по плану. Я мечтаю стать тем важным человеком, который приезжает на строящиеся объекты и контролирует работу строителей, качество материалов, следит за графиком, а потом еще и решает, принимать готовое здание или нет. Сначала я хотела пойти на прораба, но знакомые посоветовали мне пойти на технодзор, так как... Кстати, справлюсь ради, ребят, вы знаете, кто такие прорабы? Да? Ну, кто не знает, короче говоря, эти поглавные на строительстве. И они, на самом деле, дохуя получают, честно сказать. Так что эта профессия не такая херовая. Прораба – это физически достаточно тяжелая работа. Приходится и самим, так сказать, тяжести. Ну и технодзор действительно выше намного. Пока что времени на учебу не остается. Ведь мой рабочий день длится целых 17 часов. Но в будущем я обязательно что-нибудь придумаю. А работаю я сейчас кассиром в продуктовом магазине. Вы работали, вы... Зарабатываю от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это немного, но мне хватает, чтобы снимать квартиру и жить подальше от своей мамы. У меня с матерью были всегда плохие отношения, так как у нее были проблемы, были и есть с алкоголем. Вот это называется некое невезение. Вполне невменяемый человек, то есть она могла спокойно стеклянную посуду кидать, разбрасывать. Неважно, попадут в меня, осколки не попадут. Хоть повод, хоть без повода, я везде виновата вообще. Она хотела сдать мне в детский дом. Вот это называется не фортангул. Да, мне было 7-8 лет. Оп, эмпат и переключка. Блядь, со мной даже эмпат станет хуесосом, согласны? Такое я какая-то. Немножко мразь, может. Ты выпила! Да это вот то, что ты на меня кидаешься, мне оно надо? Спасибо. Ты себя неадекватно ведешься. Серьезно. Меня выводить из себя. Я на бред. Я докажу. Иди, ***, поняла. Мою маму зовут Ольга Петровна. Ей 34 года. Красава. Образование у нее нет. Только 9 классов средней школы. Она тоже работает кассиром в продуктовом магазине. Пожалуй, это единственное, в чем мы похожи. Хорошо, у них семейный бизнес. Срабатывает она 22 тысячи рублей в месяц. И большую часть спускает на алкоголь. Ну да, бывало, в загулу ходила, да. Там выпивала много. Там бывало что-то. Ну, блядь, справедливости ради, она не выглядит даже блеска, как будто она пьющая. Сейчас за трубочкой хожу, а то мне сложно пить, у меня цистит. Во рту. Девчонки, привет. Да-да, я сейчас тут на стримлю, приду. Да-да, веселитесь без меня пока. Да-да-да. Сори, ребят, сори, сори, сори. У меня просто в средней комнате 12 девочек. Серьезно, без смеха. Им не 12. Глядывала за детьми. Им не 13. Они все совершеннолетние. Я ее даже не могу назвать тем, кем она мне является. Вот, все девочки там, мальчики называют. Там, маму, мамочка. Ну, для меня оно... Оно. Просто вот. Кто? Что-то непонятное. Именно мамой я назвать не могу. Да и с папой у меня сложилось не очень. Когда мне было 4 года, они с мамой развелись. Так как не сошлись характерами. Папа уехал в Санкт-Петербург. Я-то уже начитался, насмотрелся тиктоков. Когда ребенок заводится в семье, ну, в адекватной, уже немножко большее, чем, блядь, чувства связывают, уже связывает ответственность в браке. И тут надо именно, ну, чтобы люди были прижиты друг к другу, если это не какая-нибудь, там, любовь диснеевская. Чтобы они могли взять эту ответственность на себя. Работать на заводе по изготовлению рельсы. Но я не перестала его любить и все равно с ним общалась, несмотря на то, что мама была против. Ну, он определенно краш. Папа, наверное, это единственный человек, который действительно меня любил. Всегда мне угождало во всем. Захотела платье хорошо, захотела там куклу хорошо, вообще все, что угодно. В таком маленьком возрасте я как-то раз захотела волосы покрасить, и то он мне покрасил волосы. После развода у мамы поехала крыша. Она начала пить и таскать своих ухажеров к нам в дом. Они напивались вместе и постоянно устраивали дебоши. А один из ее залетных отморозков вообще издевался надо мной и поднимал руку. Поэтому с детства я терпеть не могу всех пьяных мужиков. Они мерзкие и агрессивные. Блин, мне кажется, в детстве все боялись пьяных пьянсков. Типа, это же за такая. Я до сих пор помню отчетливо каждый момент. А потом один раз как сам набухаешься и такой, да, анлак. Вот так вот. Мент. Ну, есть в этом моя вина, конечно, да. Я не спорю там. У всех предки-алкаши, прикинь. Блядь, идиот, я тебе говорю о том, что праздник там какой-нибудь семейный. И, блядь, там мама выпила, и она... Ну, ты видишь первый раз, что у тебя, допустим, мама в каком-то таком необычном состоянии. И ты такой, типа, бля, стрёмно. Все, все, все неизвестное стрёмно. И еще надо головно жараться на праздник. Нет, ну просто, я чувствовал даже малейшие изменения. Ну, в поведении. И для меня уже это было странно. Хотя там человек вообще даже рядом не пьяный был. Я же не говорю, что у меня мать нажралась. Нет, я просто очень чутко реагировал даже на малейшие изменения в поведении, понимаете? Я думаю, дети тоже, в целом, все так реагировали. Я не защитила. Я вахуешь, что ее мать в 16-ти родила от 44-летнего мужика. А нахуй ты спойлеришь? Что? Были какие-то ошибки в молодости, да. Не хочу я об этом вспоминать. Я бы давно порвала отношения с матерью. И забыла ее, как страшный сон. Если бы не мой младший брат Герман. Ему 11 лет. Он родился от очередного маминого хахали. Это не спойлер. Ты чужишь с ним? Матери 34, отцу 60, ей 16. Матери 34, отцу 60. Прикольно. Жалко, что в 80-х не было беременных 16. Им было тоже невыносимо. Вместе с мамой они постоянно пили и были в абсолютном неадеквате. Это сильно пугало нас. Из-за всех этих потасовок я жила в постоянном страхе. Меня мучили панические атаки и нервные тики. Уже в 13 лет я попала в больницу. Врачи поставили диагноз. Эмоционально неустойчивое расстройство личное. Я думал, забеременела от стресса. Поэтому у меня могут начаться приступы истерики по любому поводу. И отсюда у меня еще целый букет болезней. Вот так вот. У меня неврология. Вот. То есть... Вообще очень повезло, что родоке не пьют, а выпивают только по праздникам. Но эти глазки, даже после бокала вина, все равно выдают. Ну да, вспомните, вы же мои глаза видели, блядь. Я даже удивлялся, у нас стрим был в ресторане. Кстати, бля, как вам идея пойти в ресторан на стрим пожрать опять вкусно и напиться? Помните, я бокал вина только выпивал? Вы сразу писали, что видно уже. Поняли? Слишком много. Глазки выдают. Нервов. Острый бронхит у меня появился от нервов. Гайморит. Больные почки у меня меланифрит. Повышенное давление. Ебать. Айфрит у тебя есть? Я не знаю, что там может врачи что-то придумывают. С ней все замечательно. Это она вот ходит, ноет просто по больницам получается. Человек придумывает болезнь себе сам. Ой, вот эти предки со своими болезнями сам. Знаете, я не знаю, как реагировать по поводу психологии, психологических вопросов. Потому что обычно, когда ты подойдешь к миллениалам и скажешь, блин, мне кажется, у меня депрессия, они тебе скажут, не выдумывай. При этом всем, если ты сходишь к психотерапевту и к психологу, скорее всего тебе что-то поставят и скорее всего тебе скажут, как можно это вылечить. То есть, и вот какой политике придерживаться? Потому что обычно это типа не придумывай. И чел живет всю жизнь. Бля, я не знаю, это какой-то парадоксальный вопрос. Я бы сам не пошел. То есть, я вот, несмотря на все, я не то чтобы первой политики, но я не сталкивался с депрессиями. Или сталкивался, но как-то сам их переживал. А может быть у меня депрессия у своего, я не знаю. Но мне в порядке, я в порядке полном. С нетерпением ждешь новый сезон любимых реалити. Я в ахуй как жду. У нас для тебя большая новость. Теперь у телеканала Ю новый ютуб канал. Да! Где ты сможешь найти все новые выпуски. Вау! Всех наших хитов. Даже это жизнь. Субтитры сделал канал Мама в 16 и смотри любимые реалити в любое время. Только тут. Супер! Раньше всех. Спасибо. Сейчас мама продолжает пить одна. Я не хочу, чтобы Герман видел это. И периодически забираю его к себе. Когда у мамы случается очередной запой. Я знаю четко твой голос, когда ты пьешь. Ты на работе даже не стесняешься. Это *** что ли? Нормально разговаривай? Слышишь ты? У меня куча свидетелей, что я трезвая была. Понятно тебе? Где Герман? Я его заберу. Ты его не заберешь. Ты то такая есть, чтобы у меня забирать Германа. Я его старшая сестра, которая хочет для него нормальное будущее. Нет, никто. И зовут тебя никак. Очень расстраивает то, что она сейчас собирается все повторить то же самое, что и с моим детством. То же самое происходит сейчас у Германа. Не водит его никуда, не занимается его учебой. Абсолютно, в принципе, плюет в его сторону. И поэтому я планирую забрать Германа к себе. Я серьезно... Блин, не знаю. Ну, тоже даст маму и алкашка оставлять. Хуй знает. Наверное, правильно. Серьезно настроена лишить мать родительских прав. Ну, типа лучше так, чем никак. Я сделаю все, чтобы этого добиться. Я, в отличие от мамы, занимаюсь его воспитанием. Брат обижается на мою строгость. И просто пока не понимает, что ему это во благо. В первом последнее время ты стала относиться ко мне, кто-то я тебе не сестра, а вообще абсолютно левая человек. Леша, ты ко мне только что-то уже относишься. Я к тебе нормально отношусь. Извините, что я хочу для тебя нормального будущего и заставляю учиться. По крайней мере, ты не... Не бать у него прическа зачет просто, именно. Вырастешь, блин, ким-нибудь, я не знаю, реально... Дворником. Без матов. Она часто манипулирует Германом, настраивает его против меня. Герман, соответственно, время от времени ведется на эти манипуляции, потому что он еще маленький. Порой Герман из-за этого бывает как-то слишком строг по отношению ко мне, что мне очень обидно. Единственный, кто меня поддерживает и понимает, это мой парень Игорь. С ним я хочу вываться из этого кошмара и начать новую счастливую жизнь. С Игорем мы познакомились в магазине, в котором я работаю. Он мне сразу понравился, но он такой скромный, что мне пришлось действовать самой. Я написала свой номер телефона на чеке и думала, а хватит... Так твою мать вообще, такая рома... Не хотите эти Титаник 2 снять по этой хуйне? Это же... Это же... Это же... Вау. Светле ему смелости хотя бы написать, но в тот же вечер Игорь позвонил и пригласил на свидание. И вот уже год, мы счастливая пара. Самое первое, что мне понравилось в Лере, это внешность. А именно глаза, губы. Игорь старше меня на 10 лет. И возраст. Ему 27. Но меня это не смущает. Наоборот. С ним я чувствую себя надежно. Он прораб на стройке. Работа опасная. Но зато зарплата хорошая. Больше 150 тысяч в месяц. Ну вот, Витя, я же говорил. А ты когда на тросе, например, вестишь, тебе не страшно? Страшно. Работа такая. Моя мечта это благополучная семья, счастливая семья, в которой царит мир, любовь. Для меня также важный момент, чтобы финансово... Она просто себе работу хочет через него найти. Блядь. Но это уже чуть больше надо посмотреть. И стабильность. Поэтому спустя всего две недели после знакомства, я переехала к нему жить. Люблю тебя! Я тебя. Ужидал газу, блядь, на стул. Игорь мне сразу сказал, со мной тебе работать не нужно. И я уволилась в тот же день. У меня... Кайф. Формат семьи старый, где мужик ходит на работу, женщина готовит, сидит с детьми. Лер! У нас опять еда в раковине. Я же тебя просил мне так не делать. У нас дом 50-й. 50. Мои 50, понятно, где твои, где 50. Что с котом нахуй? Формат семьи старый, где мужик ходит на работу, женщина готовит, сидит с детьми. Все, ей надо готовить, сидит с детьми, он ходит на завод, работает. Поехали. Лер! У нас опять еда. Ура! Он жрет флаг. Женщина ничего никому не должна. Пес, он охуявший. Вэ донат, вэ донатерша. Вэ донатерша. Красиво, очень хорошо. Согласен. 100%. 100% подписываюсь под каждым твоим словом. Еще я ставлю подпись свою. В раковине. Я же тебя просил, блядь. Не знаю, ну просто это такое помутнение женское, блядь. В 16 лет всем хочется постарше. Я просто вспоминаю своих одноклассниц, с кем они водились, с кем они пытались встречаться. Вот, блядь. Не знаю. Ну какое-то такое помутнение небольшое. Какая-то типа база, наверное. Мне не хотелось. Слепзов, ты не женщина, потому что, блядь. Поэтому тебе не хотелось. Я же говорю сейчас про девушек. Так не делать. У нас дом 50 на 50. Мои 50, понятно где. Твои где 50? Бля, вот та жалко. Ему от кого 50 на 50 досталось вообще? Сейчас тебе будет сложно убрать? Да, сейчас мне будет сложно. Я прилегла отдохнуть. Немного по-другому, конечно, я представлял нашу семейную жизнь. Но больше всего я не люблю, когда Лера нервничает. Поэтому я просто беру и делаю. Молча. Мне нравится, что Игорь сначала ворчит, а потом все равно все делает сам. Но меня... Хорошо устроилось. Меня бесит, что он постоянно жалуется своей маме на то, какая я хозяйка. Да, пусть у нас не блестит дом от чистоты. Но зато в нем никто не пьет и не устраивает драк. Мам, привет. Пришел домой голодный с работы. Посуда не помыта. Лера, да, командная такая девочка. Игорь попал под каблук. Да ладно, а в чем минусы для... Ну, жалуется он маме и жалуется. Ты сидишь, нихуя не делаешь вообще. Тебя кормят, блядь, моют тебе посуду, ноги. Ну, как бы он должен приходить и мыть посуду вечером после рабочего дня тяжелого. Я не понимаю. Маму Игоря зовут Елена Ивановна. Ей 48 лет. Она работает продавцом в продуктовом магазине. Да пиздец. Там какая-то продуктовая мафия вообще, судя по всему, в этом выпуске. Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. Все, что мама Игоря... Что за бизнес? Слышала обо мне? Это только жалобы от моего пар. Что случилось с челом? Что он заинтересовался ребенком? Так еще и винит ее в абьюзе. Ну, а что делать, когда домой приходишь, блин, а у тебя, ну, ни посуда не помыто, блядь. Причем тут абьюз? Обидно, просто маме сразу позвонить можно. А что еще, блин? Она думала, я капризная принцесса. Но когда мы с ней познакомились лично, и она узнала, что нам с Германом пришлось пережить в детстве, она прониклась ко мне и к брату с сочувствием. И стала поддерживать во всем. Она общалась только с тобой, с мамой твоей не общалась. Я думаю, ей так же больно, что что-то у вас не ладится. К сожалению, я пыталась наладить все отношения очень много раз. И очень много раз я этим обжигалась. Ей всегда было плевать на... Че, в доту играет? Где нахуй? Ну, я чувствую. Я не хочу узнакомить ее с мамой Игоря, потому что это... Че за мужик нитюк ебаный? Мамочки сразу жалуются. Все прям идеально, что ли, должно быть. Пусть нахуй сходит. Ростлитель ебаный. Согласен, Ведонат. Пусть мужик не жалуется, тварь ебаная. Пусть приходит домой, зарабатывает сам, убирается сам, моет посуду сам, блядь, за ребенком ухаживает сам, рожает сам, блядь, бьется сам. Папа... Че за херняща? Женщины должны быть как картины, просто чтобы смотреть и любоваться красотой, блядь. Ведонат, Ведонат. Красиво, правильно, хорошая мысль. Абсолютно разные люди, мне даже стыдно их знакомить, что вот она у меня такая алкашка и так далее, неадекватная вообще, в принципе. Мне жалко Леру, что у нее такие отношения с мамой, но я постараюсь ей помочь, и хотелось бы все-таки, чтобы отношения с мамой у нее наладились. Елена Ивановна прекрасно меня понимает, ведь отец Игоря тоже алкоголик. Из-за постоянных пьянок они развелись, но Игорь продолжает общаться с отцом. Его зовут Валерий Юрьевич, ему 50 лет, работает у Игоря на стройке и снимает жилье. Свою зарплату часто пробивает, и денег на аренду у него не остается, но он знает, что Игорь ему займет или впустит переночевать. А меня его визиты бесят, потому что я с детства на дух не переношу пьяных мужиков. Зачем вообще вы пьяный приходите? Я вам говорила, чтобы вы трезвые приходили только. Это пиво, что такое бокал пива, Лерочка? Это жидкость. Такой вопрос на логику вам был. Пуся, пойдем. Зайдем, я буду делать все. Когда это уже закончится, я не понимаю. Выпьешь баночку пива, но для нее это целая трагедия. Как бы я не дебоширую. Опять какая-то Пуся, да, блядь? Построила девочка 16 лет, что банку пива пьет. Очень спокойный человек. Ты должен сразу вылить пиво это в рот себе, как только тебе сделали замечание. Что за бред? Когда отец Игоря выпьет, он меня максимально раздражает. Мне становится очень противно от него, от его присутствия, от этого запаха. Это ужас. Когда он так вот сидит, позорит перед соседями нас. Это отвратительно, это очень мерзко. Я так надеялась на новую жизнь, но пока мне приходится терпеть перегар от отца Игоря, оскорбление от собственной матери и капризы родного брата. Я постоянно на нервах и переживаю, как это еще... Кот ебать с волосами уже. ...может отразиться на моем здоровье, ведь я жду ребенка. Ура! Да-да-да-да-да. У нас младший брат, блядь, которого ты вроде как воспитываешь. 27-летний лоб, который разложится маме, что не убираешься. И ты решила заварить ребенка, блядь. Заводить, завести. Классно, суперклассно. Я сказал заводить. Отстаньте. Бля, ну что за чат? Которые стали жить вместе, у нас началась интимная жизнь. Первый секс произошел. Отстаньте, а! Первый секс произошел когда? Смотрим. Я был через две недели по обедному согласию. В подъезде. Когда узнал, что Лерия 17 лет, на секунду испугался. На секунду остановился и такой, да-а-а, похуй. Но на законе я прочитал, что в нашей стране возраст согласия наступает 16 лет. Был успокоен. Я не боялся, что я... Поэтому после секса я сделал так и сказал. Валерия, можете, пожалуйста, сказать, что вы были согласны со мной, ну, типа, так сказать, произвести соитие физическое? Да-да-да, я согласна. Спасибо большое. И отправил сразу в семейный чат. Я не совершеннолетний, а он взрослый. Я сама на это согласилась. Сама этого захотела. Мы предохранялись первое время. Был дискомфорт. Мы решили, что не будем предохраняться. Сегодня я обнаружила в своем календаре... Супер, супер. Я тоже, знаете, вот хожу в туалет, и вот приходится ободок поднимать, ощущаю дискомфорт. Ободок не поднимаю, просто так, знаете, все в грязи там. Ночью дискомфорт же. Что, у меня шестой день задержки. Ладно, на самом деле, у меня самая чистая комната в квартире это туалет. Пока не понимаю, что это значит. Мы хоть и не предохраняемся, но я уверен. Что за приложение? То есть вы все, девушки, смотрите свои месячные в приложении, да, каком-то? И все это одно, да, приложение? Фло. Я бы туда рекламы въебал, это же миллиардер. Прикинь, заходишь, посмотреть просто там, сколько у тебя дней, и у тебя Temple Run. Тут-ты-рю, тут-тут-тут-тут, скачай, тут-ту-тут-тут-тут-ту it, скачай. Что прерванный половой акт защищает от беременности. Но я решила не затягивать и купить тесты в аптеке. Мне так не терпится узнать результат, что я тут же пошла в ближайший туалет в торговом центре. Красово. Две полоски. Две яркие красные полоски на обоих тестах. супер я в слезах позвонила игорю и попросила приехать у меня паника я боюсь и не знаю что делать чего души и на ребенка да ну нахуй вообще никак 17 лет этого не планировала я знаю планы вообще другие я техникум хочу отучиться на технодзора я никак вообще ближайшие лет пять так точно не планировала сходишь на узи подтвердиться тогда будем уже думать я очень боюсь потому что хорошее будущее и не особо хочу так-то идти по стопам матери врать не буду хочу ставиться потому что я считаю что в в в отец я уже не молодой мне уже пора строить семису пора блять определенно нашел половинку свою блять в школе я еле дождалась утра чтобы сразу побежать на узи надеюсь на что ж меня так изворачивает поступок ну чуха я хочу здесь не прямо что то есть ты все-таки показали неправильный результат беременность зафиксирована беременность маточная а вы же встречаетесь а ну себе в туман цицебиение ребеночка определяется срок пять недель не подняла вас я просто я не знаю что вообще как с этим быть я вообще никак этого не планировала после узи я решила сразу встретиться с игорем чтобы сообщить что беременность подтвердилась он всегда и во всем меня поддерживает но все равно переживаю солнце я буду самым лучшим папой на свете правда я не вижу проблемы в том что лера оставит ребенка я работаю я зарабатываю деньги я потяну как я вообще могла сомневаться в игоре его слезы были настолько искренними что теперь у меня нет ни капли сомнений в том что мы готовы стать родителями класс и совсем не важно что мне всего 17 у нас есть для вас хорошая новость игорь игорь скажет скоро станешь бабушкой спасибо дыра бы ебать у них вся семья на реакции просто если бы они снимали youtube и реагировали на видос у них бы были миллиарды подписчиков ты станешь бабушкой спасибо прикол класс я рада что у нас скоро будет внук либо внучка как бы я ужасно не относилась к своей маме сообщите о беременности все же нужно игорь настаивает чтобы и его отцу мы все спасибо очень рассказали чего они вообще ожидают когда ебутся без каких-либо контрацептивов контрацептива это что типа рэп какой-то или какой-то жанр но вот с ним я точно видится не хочу поэтому мы договорились он сам сообщит эту новость своему папе а я маме новости есть лера беременная скоро стану папой для сука вот кто должен был играть слово пацана вот кто должен был играть слово пацана посмотрите на эту незабвенную реакцию незабываемую новости есть у нее чуть нахуй брови до сатурна не вылетели посмотрите лера беременная скоро стану папой посмотрите ща будет пау ебать конечно блин прикольно бля прикольно неожиданно немножко а ты дедушкой старишь я понимаю но блин никогда следующий раз десять тысяч сгинут и вот так я вот так и драйверу прикольно а возраст она молодая нет принципе нормально 17 лет уже я надеюсь ребенок мой как-то наладится между вами отношения потому что я знаю что ругаетесь я это вижу не это как не нравится как блин немножко устаю на стройке блин соответственно я выпитую бутылку пива я думаю нету большой трагедии ну видишь не ей просто это не нравится я очень надеюсь то что ради внука или внучки он все-таки поменяет свой образ жизни что случилось я беременна ты чё дура все будет так вот о как дайте мне выйти блять хотя она просто она вместо тысячи слов выбрала 7 тв блять ты прикинь я в ахуе случилось я беременна о как это точно уверена не пранк о как смотри не пожалей потом беременела забеременела мне все равно у меня в голове не укладывал пошла дальше по бизнесу но она просто занята она по бизнесу пошла делать как можно так что за бизнесу цинично реагировать на то что ты скоро станешь бабушкой у нее же ни один мускул не дернулся в очередной раз общение с мамой ее безразличие довели меня до истерики я опять почувствовала себя ненужной как в детстве мне так плохо что я позвонила игорю и попросила приехать с работы солнышко ну почему кот бритый кто побрил киску ладно заткай заткай эмоут онли мод эмоут онли мод эмоут блять какой я нахуй все все включайте а чё такое да ничего напись выбесила как я ее верила и абсолютно все равно нечего как обычный короче успокаивайся не подскочила но тебя пульс повышенный пульс повышенный давая это да еще стонометра принесу померяем хорошо нихуя ну чё у меня голова так сильно болит у леры очень большие проблемы со здоровьем а мама походу этого не понимает да у них там тензифталин не не афертит эфрит блять гаст нэзер визер короче все там там еще полный ебутый эндермен может даже надо водить до такого состояния каждый нервный срыв ведет ее в больницу игорь напуган моим состоянием поэтому сразу отвез меня к врачу последнее время у меня очень много стресса стало у меня часто повышенное давление и очень сильное головокружение как ты понимаешь на период беременности никаких препаратов я назначить тебе не смогу я могу только порекомендовать тебе сейчас обратиться к психологу за консультацией по больше времени проводить на свежем воздухе возможности избежать стрессов я поняла я девушка я нихуя не слышал потому что я был очарован вашим этим еблом а ну вот повторить как ты понимаешь на период беременности никаких препаратов я назначить тебе не смогу я могу только порекомендовать тебе сейчас обратиться к психологу за консультаций по больше времени проводить на свежем воздухе возможности избежать стресс не поняла я и так самым прекрасно знаю что у меня все это из-за нервов почему l когда нормальный детство все эти проблемы с здоровьем ну психолог ну попробуй сходить к психологу может это мне как-то поможет уже идут кто они уже совсем близко месячные блять реклама месячных по телевизору вот это да еще более не управляемые взгляды на жизнь не изменится я люблю деньги еще более дерзкие нужно чтобы со мной не спорили никогда и выполняли все мои требования но это нужно поставить уже какую-то точку мы исправим надо как-то потерпеть я не хочу терпеть я меняться не буду я бы посмотрел на вот этих девчонок бля короче говоря из прослойки населения где люди зарабатывают от миллиона личный мажор она собирают вещи становись давай поговорим чё чё для может забить хуй на все просто и смотреть шоу до диппенс идти нахуй а за что было все из ада новый перевоспитательный сезон я возвращаюсь домой совершенно другая да блин более повзрослевший каждый четверг в 18 за три дня дает 30 на ю и на следующий же день я записалась на прием к психологу потому что моя психика сейчас расшатана я боюсь что это может негативно отразиться на моем ребенке а скажи пожалуйста вот когда ты у себя как заметила в паническую атаку с какая-то ситуация почему психологи психологи не всегда выглядит так как будто бы я к ним приду блять и у меня будет еще одна психологическая проблема может вы немножко будете выглядеть сука по приземленней именно во взаимоотношении с мамой произошло посмотри на нее она на майбахе приехала на тот момент этот момент уже достаточно было ситуации это битла каких связанных с ней она очень часто и много раз когда пила допустим могла и руку поднять могла начать закрываться в ванной или брала демонстративную веревку говорила что вот я никому не нужна раз никому не надо там порежусь повешусь то есть пугая суицидом а в том возрасте я еще это верила то что она реально может что-то с собой сделать и вот это вот видимо постепенно накапливалась и вот когда мне было тринадцать мне первый раз вызвали скорую потому что у меня защемило позвоночник ребра оба сердца я не могла пошивиться прямом смысле валерия у тебя не просто не любящая мама у тебя мама зависимая от алкоголя зависимая и естественно это накладывает определенный отпечаток и на тебя как созависимого члена в этой семье ну я с ней общаюсь только по нужде когда идет речь о брате а я понимаю что ты не хочешь с мамой общаться но тем не менее все таки мама это значимый человек даже при всем твоем отношении к ней и как бы она на процесс твоего вынашивания беременности она все-таки имеет какую-то определенную роль потому что обиды на мать они особенно не проработаны они никуда не деваются я не хочу дисквалифицировать работу психолога вот что я приду дам 5000 и мне скажут то что я и так знаю блять нет уж блять и просто где-то углубляются избегаются переходят психосоматические расстройства я рекомендую тебе лучше мне 5000 дайте на следующий прием прийти с мамой и я не хочу с ней приходить зачем для чего я мне кажется даже в ее сторону не смогу просто посмотреть не знаю это как-то глупо мне кажется будет мне до сих пор не выходят из головы слова мамы смотри не пожалей потом благодаря поддержке игоря и тети лены я только успокоилась и решила что готова рожать но из-за матери меня но блять осталось еще 32 но вам мучают сомнения а что если я и правда пожалею а вдруг с игорем что-то случится и я останусь одна как тогда я буду воспитывать ребенка ведь у меня даже профессии нет а я не хочу как моя мать родить и не суметь нормально обеспечить малыша не срочно нужно кому-то выговориться иначе я взорвусь и мама игоря это единственный взорваться не надо все-таки мы где блять человек с которым я могу делиться всем ну просто посмотрите какие перспективы я хотела пойти учиться сентябре ну как это делается ребенку просто маленьким на руках игорь на работе если не закрываются объекты его вообще дома не видишь не знаете мне всегда так нравилось как девчонки в любом возрасте ходят вот так за ручку мы с тамарой ходим пара я думаю блять так это так типа не по-мужски не знаю как еще сказать да просто типа ладно детском садике ну было я его я на стриме блять твоего дома жилья нас не своей машины ну куда как те трудности с которыми ты игорь можешь столкнуться с ними в любом случае можно справиться они приходят и уходят радость твоя будет расти с игорем быть вместе радоваться подумай пожалуйста если нужна быть помощь что помогу вам для меня это все как бы нормально то что беременность ранее то что у них нет квартиры образования ребенка я четко как-то раз с мамой обсуждал и она сказала то что вообще вот раньше намного раньше когда еще она была молодая там типа рожали в целом вот так вот целом вот так рожали до 22 до 23 в основном если рожать позже это наоборот редкость что люди позже 23 22 рожали очень рано рожали на меня очень сильно я с омска третий раз пишет да поебать мне я слова мама игоря так как у нас с ней действительно отношение как мама с дочкой такие разговоры меня успокаивают ведь правда игорь меня любит все телены у меня прекрасные отношения два плюсика бояться ничего когда мечтала о большой дружной семье оку с разными глазами как бы его тратно этот завел бы его бы и был прихожу я так счастлива что игорь окружает меня заботой и оберегает от пиццы барбекю ну типа на любителя стрессов типа на любителя я думаю то есть базированная пицца это все-таки пепперони и там где вкусные пепперони там вкусное все но вот папа игоря продолжает меня раздражать он постоянно просится к нам переночевать но один только вид мужика с бутылкой выводит меня из себя хочу там на 500 процентов холм лир хочу поздравить тебя что станешь мамой а я дедушкой может сходим магазин отметим это дело ну повод так сказать есть а чё бы и нет вы опять стоите с бутылкой водка ну и после во первых он сидит кто тут пьяный из нас двоих девочка буду немножко что не начинать меня это задолбало ну серьезно сколько можно он даже сейчас пришел что бы такие у глаза так жалко его читы сука глазки строишь алкаша ну не делай эмпаты перекличка я здесь вы поздравите то бухой опять пойдемте продуктов купим там чё-то продуктов ну купите ему продуктов сука мужик я пти сосал я не буду его терпеть да нет нет все солнце погоди ты тоже собрался рожать не кричи а то испугаюсь не я не собираюсь пока рожать подожди что что на чём ну это ж мой отец да я твоя беременная девушка ничего не смущает я знаю ну как он мне нервы треплет и мне вот это вот беременный терпеть я понимаю все прекрасно но как мне выбирать между тобой и отец игоря хоть и пальцы мне не тронул но он пьет а значит ничуть не лучше того мужика не кричи я не глухая ты хороший я плохая который обижал меня в детстве я отчетливо помню как от него также пахло алкоголем когда он заходил в мою комнату и когда я слышу этот запах у меня перед глазами сразу всплывают все ужасы прошлого а знаете как он искал не кричи и не бухая и я не трезвый и я бухая об трезвый об пьяный дело такое я эти без немножко актерского мастерства вам показал запомните и можете показать в гитте те кто учится если есть у меня актеры обязательно покажите преподавателям потому что скорее всего не оценят по заслугам вот эти тела движения моим лицом в актер ему квартиру сегодня завтра найду оплачу ее я не хочу чтобы лера очень сильно нервничала да я сам не хочу что она нервничать ты сам знаешь то что не любит когда ты выпиваешь кола горевому не показывайте а то блять все он на твич придет и так сказать это моя площадка я здесь и меня она здесь все тоже между тобой и ей выбирать не хочу ну ладно так значит а теперь она чё там извини конечно да бля по ощущениям батя как будто бы ну типа просто пьет пиво ну как как бы не бухает он в хламину суперскую нет таких ощущений просто жалко мужика сидит каждый блески раз возле скобейки возле дома с пивом но отдыхает одну чё вы блин он даже в пакетик видели может заметил вот он даже в пакетик бутылку в какую-то обязал обычный андрей никитич с района курицы она дает дальнейшем гарри все хорошо я тебя люблю лера ну все ладно мужик все ты меня слишком сильно импотировал я тебя встречать отсосу она просто еще очень молодая она пытается все сделать так как ей хочется даже переступая через все она очень характерно не легче снять отцу квартиру чем ругаться каждый день с перой я буду ему оплачивать и так будет лучше то все еще и грустную музыку вставили до хватит за отца игоря я в очередной раз перенервничала и сегодня чтобы понять мне настроение игорь устроил очень романтичное свидание месить глину класс не дави так сильно получается ничего ничего еще еще раз можно будет диреки мне нужна красивая ваза для цветов который мне да что а чё не так дурак не знаю извините глинамеса кого обидел блять если вдруг обидел кого-то из глинамесов типа и искренне извиняюсь не понимаешь что не без сути уж как тебе подарок шикарно реально шикарно идеальное свидание просто я даже не ждала тебя такого мне кстати для тебя еще один подарок есть какой колечко не просто колечко я очень долго думал выходи за меня все серьезно для абсолютно да без капельки сомнений да она навсегда запомнит блин у меня были все руки такой коричневой и жижи как будто бы мы копались дерьме наверно часа полтора в жидком и он просто встает на колено и предлагает мне тоже у него руки в говне все кольцо я не смогла ему отказать у меня действительно дух захватывает просто от того что он романтика ты чё блять ребят я вашу романтику ебал дайте мне пиво блять и кальян все и можете мне не списать я не буду в сети блять сделал мне такое предложение еще и вместе где я мечтала побывать как он вообще до этого всего додумался это эмоции переполняют просто это действительно очень серьезный шаг вступить в статус мужа и жены не превращайся в папу ребята если я превращусь в папу я пропаду пока я так и не решилась пойти с мамой к психологу и начать прорабатывать детские травмы моей опорой и поддержкой сейчас является тетя лена классе в такой важный день первого скрининга она со мной рядом супер у меня очень много проблем с и здоровым я переживаю чтобы никаких патологий не было давайте посмотрим на данном этапе уже сформирован головной тазовый конец туловище до полноценного ребеночка ну кстати здесь вижу хотя бы этого до эмбриона по патологиям никаких признаков нет все хорошо я сейчас изучаю малыша но вот то что я вижу пока все хорошо я очень рада что с малышом все хорошо я очень переживала за его здоровье успокоилась как все прошло все хорошо патологии никаких нет смошил все прекрасно уже прям головка ручки взял прямо щетка видно уже не комочек у меня кстати есть еще одна хорошая новость для вас игорь мне предложение сделал я так рада подсмотрела смотрите внимательно глаза посмотрела игорь мне предложение сделал текст посмотрела вот там на суфлёй и тогда я так рада я так рада поздравляю вас на свадьба когда ну нам нужно для этого сначала заявление подать загс но для этого нужно что это за чудовище жирное с мамой это обговорить так и не нужно ебаный в рот заберите мне в гиз присутствие также от нее согласие вот я думаю что как раз таки в этот момент можно и вас не познакомить отлично хорошее решение мне пришлось написать маме что мы с игорем решили пожениться я попросила ее пойти с нами в мфц и она согласилась надеюсь что хотя бы в такой важный момент привет слушай игорь мне сделал предложение привет слушай игорь сделал деприджейм в понедельник в мфц подавать заявление на регистрацию брака мент мама на меня не забьет сегодня для меня волнительный день мы идем подпишись на канал оставь свой комментарий и выиграть топовый смартфон подробности смотри в описании хочу iphone давать заявление когда я начала собирать документы я поняла что мы с игорем не обсудили самое главное я не собираюсь менять фамилию я очень люблю своего отца и я хочу дальше понести его фамилию так надо какое-то решение принять я так понимаю по этому поводу не знаю что думаете короче говоря по поводу фамилии я с фамилии бессмертных чисто потому что у меня мама оставила фамилию вот но в целом если вы было бы не бессмертных было бы вульф я тоже был бы не сильно не сильно как бы расстроен скажем так на этом его знаете как у девчонок типа если фамилия у парня пиздатая то можно взять если у ну твоя собственная девичья фамилия пизжи то как бы можно свое оставить ну типа тут тут наверное никакого секрета особого нет как бы если там ростислав козелькин смысл с ним ну как бы ну козелькин и козелька человек хороший можно жениться жить вместе любить если там какой-нибудь илья громовержец да пиздец забери меня всю нахуй на да может каждый при своей останется да ну нет в семье должно быть одна фамилия по-любому королевским стать не знаю бабушка на меня убьет точно ладно это не такая же большая у тебя клава скрипит хуже чем спина моей мертвой бабки пошел на проблема я думаю это от семьи не отрекаюсь просто фамилия это фамилия и все я думаю поймут так что это реально будешь в мою брать тогда на хочу варианты какие ссори ссори диппинс это реально круто я считаю то что у семьи должна быть одна фамилия это что я буду королевским да ладно имба как бы типа ты чё королевский похуй это звучит королевский ну да там мама пьет три раза в сутки но и чё в мвц нас уже ждала мама игоря а вот моей мамы все нет и нет неужели и в этот раз она меня подведет суши же полчаса прошло он там еще приедет нет я не знаю сейчас опробуйте еще раз звонить хорошо а ну беги алло алло привет слушай мы уже тут в мвц ты приедешь же да я по бизнесу сейчас продуктовым да я не поеду потому что обратно пробки будут ну давайте уже на другой день тогда когда на другой день я на работу завтра я хочу отдохнуть успокойся пожалуйста давай спокойно поговорим без я не поеду по пробкам мне живот болит мне живот болит живот болит мы тебе все оплатим поездку все оплатим пожалуйста приедет нам реально надо подать заявление сейчас мам ну тут будет пиво 2031 ладно гипец ты такой мем придумал конечно чтобы тебе вы были что мне сделать чтобы ты приехала я не могу мне слезы начинать у меня истерика сейчас начнется просто потому что ты вот так вот поступаешь опять ты в первую очередь сейчас меня подставляешь прямом смысле сейчас такси вызовут я тебе напишу номер машины через сколько будет герман одевайся просто весь это что на меня подставляет жестко поэтому я смотрю живот разболел и горит своей мамой общается это просто так тепло так общение просто становится когда это на это смотришь мы ждем уже целый час я на грани нервного срыва и тут она наконец-то заявляется да еще и с таким выражением лица как ни в чем не бывало до водитель просто поделился бензин разрешил слить мне в рот там же чуть-чуть алкоголя даже смотреть противно здрасте привет здрасте ольга плена очень приятно мне на воля воля лена паспорт и не забыла что я взяла я все документы взяла сразу собственно по и согласие сегодня собрать я напишу это на блядь такая борцуха за брата была в итоге типа брат все похуй да пусть живет да ладно да ну я же выжила как бы ладно пофиг можно писать ну что пойдемте подавать ваня они этих чудовищ из твоего чата набирают документы пойдемте да ладно красотка в целом а что мы подали заявление и теперь я спокойно ну лично мне примут для меня это важно потому что ребенок должен родиться в браке пока у мамы ночные смены мы забрали германа к себе когда он со мной мне спокойно за эти дни я стараюсь дать ему всю свою любовь и заботу мы много гуляем обнимаемся дурачимся дома скучно у нас веселее да соскучился по игорю соскофился по игорю а также я строго слежу за тем чтобы он учил уроки хоть ему это момчик пуч я не понимаю зачем ваня это смотрит да бля брат просто сейчас интернешнл не идет так то я это тоже ешь комментатор целом по доте и не нравится какой строго вот это вот это строго да нет блядь очень ну как вам сказать но если выпить то может они станут родными я занимаетесь с германом уроки делаем я только своим делом вижу как уроки делает герман я им перерыв дал пять минут поиграть ну мать страсть вообще пустая да вообще хоть что-то начинал делать помнишь задание нет тебе надо было две страницы переписать почему забыл пороса то есть лишь ничего не делаешь убирать телефон герман на домашнем обучении потому что так она ведь или захотела типа у нее там нет времени его в школу водить дело с ним уроки герман так не умеет ни читать не писать и она еще дальше растит из человека который в будущем не будет элементарных вещей знать понимать действительно работать дворником или грузчиком вот и все день о котором я мечтала наступил мы идем в загс хоть я и не белом пышном платье я все равно счастлива ведь со мной самые близкие люди игорь и герман только не хватает мамы игоря но у нее как назло сегодня учет магазине вступает брак граждане российской федерации за бизнесу королевская валерия игоревна и верность прошу обменяться я очень рада что мы расписались это очень важный шаг где вы расписались в психушке на куда эти люди смотрят что у них вообще они у них пустой взгляд мы расписались что он делает это если фамилия вульф была бы то и имя соответствующие надо как думаешь тебе бы дали тогда немецкое имя что-то типа роберта или отгара важный шаг теперь семья официально законно очень крутые эмоции когда ты выходишь замуж за действительно любимого человека все мой муж и жена теперь я никуда не денусь я счастлив сегодня наконец-то у игоря выходной я надеюсь что мы будем весь день валяться и смотреть сериалы глаз но с утра пораньше он разбудил меня шумом в ванной висел в раковину ты же хотел это спать мне сегодня не вышли работники кто опять не вышел папа толик и бережу опять ты будешь за них отдуваться ты понимаешь что они тебе уже на шею сели просто и все блин учен но чё на себя как мразь ведет блять просто чел зарабатывает дохуй лярд и и брата учит еще что-то делать она она блять его пилит нахуй за то что у нее не вышли у него не вышли на работу и он отдувается за то чтобы получить еще очередные 150 200 тысяч в месяц что-то как-то нахуй как-то ну поддержать может надо ну может быть а чё такое-то блять не в говне живут в хорошем доме никого он ее не пилит а чё да прекрасно понимаю тогда увольняйте работников и новых еще что за бред а вы не очокайте и могу со своим любимым человеком провести выходные я этих уволю но кто будет работать нужно искать новых это не так просто и бредиками решим все эти проблемы правда решим но блин мне сейчас нужно бежать изменю пожалуйста меня очень сильно раздражает то что игорь почему-то слишком лояльно относится на работе к своим друзьям они им пользуются игорь просто этого не замечает я согласен с лерой то что я слишком много провожу времени на работе но чем больше этом провожу времени тем больше денег она хочет чтобы я и дома был и чтобы деньги были так не бывает не бывает я в бешенстве что из-за отца игоря я весь день просижу дома одна больше такое терпеть не собираюсь я настояла чтобы игорь после работы зашел к нему и серьезно поговорил сегодня звонили с трех строек ходили меня видеть по поводу до того что мало кто вышел тебя соответственно сегодня тоже не было случилось игорь уж игорь уж все люди болеют извините я не такие погодные условия выходил у нас идеально есть конфликт с лирой из-за частых невыходов лера да она на меня очень сильно ругается и говорит да то что я с ней очень мало времени провожу мне приходится кататься с одной стройки на другую потому что когда я тебе позвонил у тебя был пьяный голос уже было 12 дня мы с тобой разговаривали что же все генерирует генерирует ты не пил не пил не пил но все равно у тебя у тебя в голове не знаю ты то ли не слышишь меня не слышишь сейчас выдаст чуть-то типа такого лишь не беру не маму никого что такое хочу чтобы ты не пил уже три минуты разговаривает чтобы ты не пил какой мешает работе я услышал вас мне очень стыдно за но я на это да нехороший тебя мужик отец блять это не моя жизнь наступил шестой месяц беременности отец игоря после их разговора больше к нам не приходит с мамой я вижусь только тогда когда забираю германа психологу идти с ней все еще не хочу да и нужен ли этот лишний повод для тоже сидит сука полу лысый весь выпуск как его жалко сейчас все хорошо я отдыхаю дома а игорю поручили еще один строящийся объект теперь его зарплата выше но сегодня он взял выходной потому что у нас радостное событие на втором скрининге нам скажут пол малыша кровоток у ребенка хорош кислорода ему хватает нету недостатка да то есть тут в этом плане все хорошо говорит ли вам пол ребеночка да конечно да конечно хорошо ну что я могу сказать у вас мальчик поздравляю вас мальчик продолжаем бизнес семейный блять и поставим во охранником на строительство продуктового магазина вот так вот для будет чё эл это вы нахуй смотри эл мальчику пишет вы охуели что ли отвернулся на секунду блять чате эл я смотрю это мой ребенок еще и врач говорит что будет сын я хочу провалиться просто сквозь землю отчасти шутку шутить хорошо не сдерживаю весь чат поиск я хочу провалиться просто сквозь землю отчасти эмот мод он ли эмот мод он через секунду включим обратно вот уже целый месяц мой муж и жена я чувствую что мы настоящая семья герман все выходные проводят с нами включать сегодня я его опять отдаю маме мы договорились что я его заберу уже на следующей неделе но уже через час как я его отвела домой мне раздался тревожный звонок что случилось она у тебя не трогает надеюсь я тебя обязательно заберу не переживай герман просто боится маму она его постоянно блять слишком много было мест для мемов диалоги в этом но так ситуация страшная зашлугивает я очень много стал нервничать и пить извините 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 диппинс иди нахуй сам иди нахуй германа надо спасать поэтому я тут же поехала к маме стал борщи герман поедет ко мне где он где герман он с тобой не поедет я спрошу где я тебе говорю еще раз он с тобой не поедет тупая что ли ты умная чересчур да стала ты тупая что ли ты умная чересчур да стала так давайте где герман ты кто такая чтобы его забирать скажи мне я его сейчас ты кто есть ты его рожала ты его рожала сначала ради твоего потом я сейчас ментов вызову клянусь и тебя опека заберет у него где господи �� заберем твою маму может кто-то ее приютит какие-нибудь другие дети покой ты ребенок блять живи тут один как ей похуй было на эти 120 тысяч зачем она вообще это сказала это могу прямом смысле засудить прямом смысле для этого телефон говорю просто реально конченная никому бы не хотела 2 по ультанула даже врагу не пожелала бы иметь такую мать мне очень жалко своего младшего брата я прекрасно понимаю что он чувствует сейчас потому что я сама все это ощутила на себе и просто реально хочется его забрать все я переживаю что пока мама продолжает пить из-за ее неадекватного поведения ты продолжаешь жрать психика герб диппинс ты охуел это уже переходит все грандиозольно слушай мужик но я же просто придумал шутку так лицам иди нахуй она может пострадать поэтому я решила не терять времени и пошла к юристу на консультацию у меня мать пьющая у нее прям зависимость вот с ней проживает мой младший брат которому 11 лет как можно его забрать себе смотрите какая процедура вам не вызывайте опеку она заберет бомбу дима будет обратиться в органы опеки и попечительства города краснодара заявлением в случае если факт подтвердится что она действительно ненадлежащая ухаживает за вашим братом то есть уклоняется от своих прямых родительских обязательств органы опеки могут давай давай как она волнуется инициировать иск о том чтобы ее ограничить в родительских правах после того когда они инициируют иск и она ограничивается в родительских правах ребенка помещают специализированное учреждение и смотрят как кто может забрать ребенка к себе вы вправе подать это не клава кока заявление на опеку у валерии есть все шансы для того чтобы забрать к себе своего несовершеннолетнего брака это анна гельман на вна а то поскольку она состоит зарегистрированном браке у них есть жилье где проживать и если факт того что ее мать действительно отклоняется от родительских обязательств подтвердиться тогда ребенок скорее всего будет передан ей под опеку а в последующем она уже имеет право подать на лишение родительских прав свою мать я буду продать свою мать я прослушал решать родительских прав потому что она не может дать ребенку элементарно поесть его люблю как как брата наверно младшего него на самом деле очень жалко я не против и даже за оформить опекунство на дне я подала заявление в мвд в отделение пдн течи блять понятно варды поставьте что это за слова на и не 10 рабочих дней вы должны рассмотреть и в течение месяца прийти к ней либо на работу либо домой и начать проверять ее эти выходные мы снова провели вместе я боялась что после скандала мать помешает общению с братом но во время ночных смен ей некуда его одевать я вижу что герман растет забитым мальчиком из-за домашнего обучения ему не хватает общения со сверстниками поэтому мне приходится буквально заставлять его искать друзей во дворе и каждый раз когда я его отвожу к маме я понимаю что блять если у тебя двор это слева от дома какой-то срезанный ствол то вряд ли он здесь кого-то найдет по ощущениям просто то эти дни он снова будет в одиночестве поэтому я сделаю все чтобы это скорее закончилось я послушал говорили то что я скоро буду на совсем жить или это почему иди ко мне сюда слушай ну наверно потому что в том организме больше процента алкоголя чем воды блять будешь со мной жить то мой сын я его никому не отдам заберу только через мой труп у него вообще с мозгами все хорошо я говорю что по этому поводу я ничего к сожалению он не могу ответить клянись вот это блять пошла в натуре жара вендетта вот так лучше вечером игорь рассказал мне что ему звонила моя мать с угрозами я не удивлена но моих планов это не не просто с угрозами под музыку из тетради смерти это вообще пиздец даже мы плохое мы даже мы даже не просто вах мы в 2 хуй мы в 3 хуй мы в квадрах мы в квинтет хуй и шантажировать но это бред вообще какой-то ее разнести или что я не понимаю чего она вообще добивается она думает что я это как-то поможет если я решила то я сделаю и ни один звонок к этому не повлияет просто никак на угрозах по телефону она не успокоилась сегодня мать выследила нас у магазина я теперь не могу ее воспринимать без этой музыки посмотрите как это было бы если бы вот вы следила нас у магазина посмотрите на это ладно ладно все хватит не перебарщиваем чтоб меня лишить родителей справок что я хочу чтобы у германа нормальное будущее было чтобы он учился а не сидел дома а с чего ты вот начала документы собирать с какой это стати ну потому что жизнь ты такой ведешь какую такую безобразную я что алкашка под забором валяюсь по твоему ли что под забором может вопросы корректный сейчас нет это мой сын я тебе его не отдам и что это мой сын я его родила ты делать можешь все что угодно но ты его не получше я тебе говорю не нужно мне козни строить зачем я же не строю койку хотя могу есть возможность сразу и у тебя подход конечно маманя на вроде тоже твоя дочь это тоже вроде и рожала блять понятного здесь мало надеюсь что пдн придет и зафиксирует факт опьянения и заберут у нее германа во время беременности я испытываю слишком смотрите начал показывать вон там куисоса вон там вон там показывает а тут у нас кто на экране непонятно да во время беременности я испытываю слишком много стресса она лан лан чат я шучу я шучу я шучу я шучу окей я очень переживаю что третий скрининг покажет какие-то отклонения у ребенка ну хорошо л шутка л шутка хорошо хорошо извините на данный момент ребенок соответственно сроку беременности даже более того у него животик она немножко больше чем размер костей любит о том что задержки развития плода нет я очень рада что с ребенком все хорошо что он активно набирает вес растет особенно мне каждый раз на скрининге просто нравится слышать стукового сердца это невероятные эмоции всегда после скринингом ебать ремикс дали заехали за германом и пошли в один из самых больших зоопарков краснодара чтобы отвлечься от всех разборок здорово ой мамочки ты смотри как она вылазит ты хочешь да я смотрю какая кошка большая это не кошка я думаю ребят это леопард без пятен это леопард короче говоря бельгийский а нет альбинос это кошка но вы помыет блять бренд ты такой еблан позже большой шанс воде как прыгает и думаешь голубей есть нет ну знаю думаю тогда большая так что я люблю глядь с германом люблю проводить с ним время но он действительно не глупый мальчик и он действительно много чего может просто нужно для этого дать ему семью ну уже анлак забрали место у сессии ухты блять аглифейский начал рейдить канал вечером мы возвращаем германа маме и я как всегда переживаю в каком состоянии и я увижу на этот раз приветики здрасте привет герман иди с игорем поднимись лера пускай останется поговорить с ним надо хорошо мне с работы позвонили сказали что пдн приходили по поводу меня и германа я тебя очень прошу заявление забери давай как то это все мирно решим с тобой я предлагаю тебе написать недоверенность чтобы у меня были такие же права как у тебя чтобы я могла и в школу его оформить чтобы жить он со мной мог также будешь с ним гулять соответственно в любом случае я запрещаю вам видеться и так далее не собираюсь давай как-то это немножко по-другому решим жить он будет со мной твою мать сука я сказал пауза нахуй почему когда мне дают рейд они пиздят я ничего не могу сказать в ответ и выглядит так как будто бы нахуй я сижу и просто смотрю нахуй заебало меня это совсем завязывала тогда а ну ёбни ей не хочу сына потерять тебе еще раз повторяю доверенность я могу написать но смотри подписи было моего да там школу ты могла его пойти оформить смотри ты говоришь что не хочешь его потерять теряешь его в том случае если я доведу это дело до конца с пдн блять я ищу как будто бы голый теперь нахуй просто дали рейд блять есть стука уебищем зоопарке какой-то голая просто обезьяна с жопой голой как будто на меня смотрит на голову что за бред блять связанная с полицией блять интересно будешь так же себя чувствовал когда ему рейд из девушек дал прикиньте чел хуярит в покер блять и просто две тысячи девочек залетает он наверно вообще сидит там охуевает лан я хочу буду шаршат аут ахуен чел все исправить ну покажи что ты можешь без алкоголя так далее и тому подобное хорошо я покажу докажу простые захотела меняться давай тогда на днях запишу нас к психологу прошло и зубы среда уже ушли успокойся л-рейт согласно раз я меняться собралась и согласно я боюсь собирать заявление с пдн потому что ну ей я точно не могу на слово верить рука на меня не пишет эту доверность 5 сезон его начинать и опять ждать пока заявление что это рассматриваться это все очень долго на это просто нету времени я понимаю если я просто вычеркну маму и жизни то этим не решу все свои проблемы хоть мне это и не нравится тянуть больше нельзя мы должны вместе с мамой пойти к психологу посмотрим что он скажет класс еще минут десять тысяч я просто хотела детства никаких драк ссор пьянок то есть хотелось безопасного детства до готова дать матери шанс и жевала волосева чтобы все это закончилось сколько скажите пожалуйста насколько вы готовы наводить мосты между собой дочери все для этого буду делать с вас 5000 спасибо за сеанс ёпа япона мать открыла америку бля показала кольца сатурна нахуй дала обозреть вселенную благодарю спасибо психологи в например буду пить не буду буду работать буду стараться я вижу такую картину что мама готова выстраивать с тобой лера отношения но ты лера выстраиваешь стену ты не хочешь я так понимаю налаживать контакт хотя мама как бы приняла для себя решение что она готова и хочет быть частью твоей жизни на сколько так она есть есть лучше поздно чем никогда сейчас закончится она опять возьмет бутылочку я не смогу ты не сможешь да все они плачь моя и 10 да и противно то что еще за касается иди пусти меня моя маленькая это самый это самый искусный вид абьюза ебаного ментального когда на людях ты себя пытаешься вести вот так вот в личности подошли пиздец полностью самая отвратительная хуйня я тебя твой рыжий хвост сука ладно обещаю все все успокойся все все прости она никогда не говорила мне о том что она меня любит когда я пыталась к ней подойти и обнять ее она мне просто отталкивала уйди отстань и тому подобное ни один человек бы просто за такое детство не смогу просить ее это глубокая беда это травмированный ребенок который рос в отсутствие безопасности как спасибо эверита за ебанто пасибо физической так эмоциональной за счет проработать спасибо водки обязательной проработки со специалистом своего травмирующего детского опыта есть шансы на то что она стабилизируется эмоционально и сможет дать своему ребенку то что была сама лишена свое время понятно дважды поставьте первый совместный поход к психологу не удался я ушла сеанс через 15 минут но мама нас догнала я приняла для себя решение я долго думала я хочу закодироваться мне надо твои пару-тройку тысяч обращать на вещи хорошо без проблем я правда честно хочу со всем этим бросить я хочу нормального жизни стиля правда лучше бы красиво очень зачем никогда раз так ну главное чтобы ты не передумал и точно это сделала я это сделаю ради генмана в первую очередь хорошо хорошо отличный подарок будущему внуку будет я очень люблю так бы и взял блять не главное увидеть твои действия это будет лучше чем извинение давай договоримся если реально закодируешься пойдешь реально вообще перестанешь пить в принципе вообще вот прям абсолютно реально закодируешься пойдешь я не буду больше пытаться забрать герман я хочу чтобы дочка мне относилась хорошо я хочу тут мой сын жил нормально жил не боялся чего-то там тому страшно не было со мной находиться я про эту кодировку уже 150 раз слышала вот верю только поступков только действием реальным действием а вот это вот то что она на словах то и дело в распрощение но она мне просто не сдалось пусть сначала сходят закодируется а потом я подумаю давайте шанс или нет мы заняли деньги маме на кодировку но она что она их действительно потратит решать ей я даю последний шанс хотелось бы закодироваться выпиваю сходить начинаю как долго вызвал употребляю там осталось ребят 10 минут финальных хотя алкоголя даже не могу сказать то есть эти случаи у вас систематические да и потом просто вам не нравится ваше поведение вот скажите мне пожалуйста готовы вы готовы то есть вы настроены я настроена нас и растет да прекрасно прикольно вот закодировать как это значит все ты не можешь даже видеть алкоголь наверное да верчик привет ну все я закодировалась стою на путь исправления все сделали преброшу для полных как прям алкоголя внутрь типа себе что тошнит типа радикальный способ отказаться от алкоголь да то хорошо я действительно принято удивлена меж тебе сказал не это эффект плацебо во-первых не плацебо плацебо там такие последствия лир страшно не то чё летального исхода я явно не хочу у меня мелкий растет куда мне связь когда кодирование от кальяна придумать я выйду с планеты если придумать кодирование кальян я выйду с планет если придумка держу так что все нормально все будет хорошо это действительно удивительно что она реально пошла закодировалась но в любом случае нужно помнить что это только на определенное время и то есть посмотрим не запьет ли основу через год когда все это уже пройдет после кодировки мамы прошло две недели чтобы проверить не обманула ли она я решила приехать к ней без предупреждения и посмотреть в каком она состоянии может и кушать хочешь нет спасибо как себя чувствуешь более-менее отеки сильные только не ожидала что действительно пойдешь и закодируешься что-то это сделаешь ну это ради германа и ради тебя тоже мы самое единственное родное что у меня есть в этой жизни я горжусь молодец я все-таки решила проводить еще раз шанс ради германа и забрать заявление из пдн да хотя сомнения просто огромные на ее счет и если она опять начнет вести такой образ жизни аморальный то адвокат не сказала что я смогу снова запустить этот процесс я просто пойду снова напишу заявление на нее но уже пойду в суд но мама все же сделала первый шаг поэтому я решила что мы продолжим совместную терапию у меня папа закодировался если бы он начал пить то он бы умер психологом надеюсь ей это будет в помощь да и в первую очередь это нужно мне я не хочу чтобы мои психологические травмы повлияли на моего будущего ребенка который появится уже совсем скоро ну что хотя хоть хоть хотя ты должен горит нему ты должен горит мял скором дозвать узнать гайморит и фрит блять эндермен визор незар у меня по ходу вода отошли прям реально утекает и живот просто падает мы вызвали скорую и меня отвезли в больницу живот падает зубы тошнят живот падает сказали что несмотря на то что идет восьмой месяц беременности пора рожать нужно экстренно делать кесарево сечение потому что у меня выявили острую гипоксию плода то есть кислородное голодание дом и малыша я волнуюсь неужели и четко для всех семейных передряг и нервов мой ребенок родится с патологиями на самом деле это прям действительно очень страшно оказалось когда меня повезли в операционную меня трясло чуть ли уже не слезы паника и 25 кадра от понятия осознание того что сейчас тебя будут резать вот именно от этого была паника но успокаиваешь себя тем что ты вот-вот увидишь своего малыша и это самое крутое тогда можете подписаться ссылка в описании когда я увидела рому это я не знаю это реально непередаваемые эмоции просто такой маленький крошеч пишу объединение с мамой вот он не очень тяжело ходить плюс один в роблокс я очень медленно хожу мне больно вставать с кровати больно переворачиваться шов часто тянет я хочу сказать что женщины это реально просто герои мы с ромой находимся в больнице врачи еще выхаживают малыша и следят за набором его веса пока я показываю игорю сына только по видеосвязи но мне уже не терпится увидеть как он впервые возьмет его на руки спустя две недели врачи сказали что серьезных угроз здоровья малыша нет поэтому нас с сыном наконец-то сегодня выписывают я взял рома на руки это это так страшно и такой маленький хрупкий беззащитный это очень страшно я я боюсь какие ощущения у тебя я решила что на выписку лучше никого не будем звать рома и так родился невыношным и слабеньким тем более мало ли там кто чем переболел еще что-нибудь я сейчас действительно очень зациклено на здоровье рома да и что папа нам до настроен песни бы котенка какой-то лайки выпуск если бы не мама алкашка нет это ты уже давай я не боюсь пока мы с игрим только ох рукивает малыша и даже меняет ему подгузь темноте лучше сделаешь да в этом ты и делаю папа не научился нам еще памперс менять да не научился и вот опять что он тут заблюрили ребят тут у нас блюр он голый-голый мы в любом случае со всем справимся благодаря тому что мы любим друг другу в первую очередь мы поехали к маме и бабушке игоря ну все ребят вы большие молодцы выпуск ввв молодцы бля мама алкашка закодировалась супер классно лайк под выпусков ебу блин да 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 чат как вам выпуск в л л блять никого в этом выпуске не пиздили всех родили нормальных никто не умер такой заходящий выпуск 1 такой поняли